Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Экспертом выступает Андрей Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия, Евгений Стаховский. Здравствуйте. Здравствуйте. Календарь Стаховского. Андрей Ильич, но в начале программы я традиционно позволяю себе некоторые цитаты. Вот смотрите. «Русская история демонстрируется стеклянной ясностью. Субъектом исторически судьбоносных рывков в развитии страны являются не массы, не институты и не отдельные личности, а чрезвычайные комиссии, чрезвычайки, первой среди которых и была опричина Ивана Грозного». Узнаете, конечно, ваши слова. Андрей Фурсов, доклад «Опричина в русской истории. Воспоминания о будущем или кто создаст Четвертый Рим». Но прежде чем мы погрузимся в ход этого, одного из самых известных, кстати, исторических моментов в России, во всяком случае, и в то же время одного из самых спорных, мне бы хотелось оттолкнуться именно от чрезвычайных комиссий и этих самых чрезвычаек, чтобы вы немножко, ну, как-то пояснили, что вы имели в виду. Я имел в виду следующее. Если мы посмотрим на судьбоносные моменты в русской истории, то мы там увидим, что действуют там не институты. Институты в русской истории были всегда слабые. А действуют организации, которые вдруг возникают как бы из ничего. Например, «Опричнина» или «Гвардия Петра», или аналогичные организации. И они толкают общество вперед. Потом они рассасываются или превращаются во что-то другое. Но вот этот чрезвычайный момент, он очень силен в русской истории. Я его называю чрезвычайный принцип или «Опричный принцип», который противостоит принципу олигархическому. И в чистом исходном виде это произошло в момент... Впервые вот как раз. Впервые в «Опричнине». Причем само возникновение «Опричнина» было таким очень драматически обставленным. Поэтому, я думаю, имеет смысл, прежде чем говорить о предпосылках, вспомнить, как это было. 3 декабря 1564 года, помолившись в Успенском соборе, царь, картинно простившись с церковными иерархами и с представителями Боярской думы, выехал из Москвы. Причем вот этот вот поезд, огромное количество подвод, увозил казну, наиболее ценные иконы. То есть все было собрано заранее. А большой был этот поезд? Его можно представить? Сколько это? Это несколько десятков больших подвод и большая охрана. Причем люди, которые расставались с царем, не знали, куда он поехал. То есть он просто встал и поехал. А простой люд стоит и обладает. Нет, это был не совсем простой люд. Это были представители Боярской думы и церковной иерархии. Он с ними попрощался и поехал. Сначала он поехал в Коломенское. Затем он поехал в Троицкий монастырь. А затем уже уехал в Александрову Слободу. Александрова Слобода была построена в 1514 году при Василии III, его отце. По сути дела, это естественная крепость. С трех сторон она окружена непроходимым лесом, где вдобавок ко всему стояли ловушки, ямы. А четвертая сторона – это крутой берег. Вот он туда приехал и оттуда дал знать Боярской думе и церковным иерархам, что он очень противоречивую вещь сказал. Он сказал, что он отказывается от царства и в то же время налагает на них опалу. То есть если ты отказываешься от царства, как ты можешь опалу налагать на них? То есть странная такая вещь. Я думаю, это сделано было не случайно. Он просто, так сказать, путал этих людей. В это же время в Москве появились представители Ивана IV, которые говорили москвичам, что царь опалился не на них, а на Бояр. А к попростым москвичам у него никаких претензий нет. И Люд начал волноваться. И бояре очень хорошо помнили бунт 1547 года, когда, так сказать, нескольких бояр просто разорвал народ на куски. 5 января 1565 года они пришли на поклон к царю, чтобы он вернулся на царство в Москву. Бояре. Бояре и представители церковной иерархии. Царь очень жестко им сказал, что вернется только при одном условии. С этого момента воля государя стоит над всем, над законом, и воля государя – это главное. То есть великокняжеский режим превращался в царско-самодержавный. Самодержавный. В середине февраля он возвращается, и начинается то, что вошло в историю под названием «Опричнина». Вот вы сказали, что он картинно прощается с воярами, с тропомниками. А его грозня вообще очень любит. Он был большой лицедей, большой любитель черного юмора, большой любитель поюродствовать. Это был очень незаурядный человек и с большим-большим вкусом к театральной такой игре. Ну, смотрите, устройство российского государства. У него был, у Ивана IV, вы сказали, да, был, естественно, отец Василий III. Не самый известный с исторической точки зрения человек даже в нашей стране. Но был, например, дед Иван III. Тоже грозный, кстати. Тоже грозный, да. Это я помню, гораздо более значимая фигура, при котором, собственно, как мы знаем, еще из школьных учебников истории произошло вот то самое объединение русских земель и изгнание татар-монголов. То есть они-то как-то справлялись со всей этой историей? Почему вдруг Ивану IV нужно было взять и захватить... Ситуация изменилась. Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться в первую четверть XV века и понять одну вещь. Что такое было Московское княжество и почему оно оказалось лидером в собирании русских земель? Традиционные ответы в учебнике не вдохновляют. Нам рассказывают о том, что Москва имела очень выгодное торгово-географическое положение. В первую очередь, да. Дело в том, что Тверь имела еще более выгодное положение, и Новгород тоже. И вторая вещь – это Москва была лидером антиордынской борьбы. Но это просто ложь. Москва была верным слугой Орды. Единственный момент, единственное исключение – это когда в 1380 году Дмитрий Иванович, будущий Донской, вышел на Куликово поле. Но здесь есть один очень интересный момент. Дмитрий Иванович вышел и разгромил Мамая. А через два года пришел на Москву Тахтамыш со значительно меньшим войском. И Дмитрий бежит. Он не смеет выйти против Тахтамыша. Что произошло? Дело в том, что против Мамая Дмитрий Иванович вышел не как представителя Орды, он вышел против него как узурпатора трона. Он для него был узурпатором. А вот Тахтамыш был чингисид. Он был царь, судя по всему, конечно. Совершенно верно. И в летописи так и сказано, почему Дмитрий Иванович бежал из Москвы. Бебо убаяхуся законного царя. Потому что чингисиды для Дмитрия Ивановича, Рюриковича, были царями. Они были белой костью. Вот мы забываем, у нас есть такое выражение, тваринин, белая кость. Белая кость – это абсолютная калька с монгольского языка. Цаган, Есун – белая кость. Так называли себя представители рода Борджигин, откуда происходил чингисхан. То есть Москва не была лидером антиордынской борьбы. Она была слугой Орды. Да, я помню, что касается Куликова поля, вы совершенно справедливо заметили, да, что Мамай был темником. Совершенно был узурпатор никто. Конечно, когда Дмитрий Дамской его разбил, чуть ли не первая грамота с поздравлением пришла из стана, из Орды, сказали, что ты молодец. Так вот, поскольку Москва была таким верным представителем Орды на Руси, бояре из других княжеств стремились попасть в Москву. И они стремились к московскому князю. Результат – в Москве возникло разбухшее боярство, которое было не очень богатым и которое в значительной степени зависело от князя. И вот что возникло. Если на Западе в XIII-XIV веках аристократия боролась против своих сюзеренов, то под ордынским зонтиком были другие правила. Шанс на улучшение своей сделочной позиции по отношению к другим княжествам и по отношению к Орде имели те княжества, где бояре и князь выступали вместе. Я это называю княже-боярский комбайн. И Москва победила остальные княжества именно благодаря такому орк-оружию. Это действительно было орк-оружие. Особая организация, которая нашла отражение затем в реформе Федора Басенка в 1446 год при Василии II Темном. Была проведена организация, так сказать, московское боярство стало такой военно-административной машиной. До тех пор, пока существовала Орда и пока было мало земли у московского князя, единственной его социальной опорой были бояре. Но в конце XV века произошли три изменения. Во-первых, ушла Орда, которая цементировала княже-боярский комбайн. Во-вторых, были захвачены новгородские земли. Если мы посмотрим на карту Руси того времени, мы увидим, что новгородские земли по своим пространствам значительно превосходят московское княжество. И перед великим князем стала дилемма. А что делать с этими землями? В принципе, надо было бы раздать боярству. Но если бы боярство получило эти земли, они бы почти сравнялись, особенно если коллективный боярин, они бы сравнялись по могуществу экономическому с князем. Этого делать было нельзя. И земли стали раздавать детям боярским. Дети боярские это так называли дворян тогда. И в результате с конца 15 века начинается развитие на Руси поместной системы. Если в Европе к середине 15 века поместная система заканчивает свое развитие, у нас она только стартовала. Появилась земля. Да, Андрей Ильич, вот здесь можно я вас немножко остановлю, чтобы мы укладывали и в голове все вещи, о которых вы говорите. Значит, до, вот в те времена, до Ивана Грозного система была, был верховный князь, главный человек, попросту говоря, которого, ну, ярлыки орда раздавала этому все прекрасно. Помним, его поддерживали бояре, чтобы это как-то вот держалось в одной. Когда все это ушло, помните, кто такие бояре, почему вообще земли стали раздавать. То есть, бояре это, они стали, по сути, землевладельцами. Нет, 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 бояре это верхушка. Верхушка. Это верхушка, причем такое, так сказать, административное, властное верхушка общества. То есть, министры. Нет, нет, нет. Это целый слой, далеко не все из них были министрами. Бояре это верхний слой господствующего класса. А нижняя часть, это дети боярские, это будущие дворяне. И вот они уже стали землевладельцами. Нет, землевладельцами стали и те, и другие. Но дело в том, что дворяне стали получать земли в поместья. А у бояр были в основном и в отчины, и поместья. Был еще один момент. В конце 15 века Иван III женится на Софье Палеолог, которая принесла с собой византийские придворные правила. И современники отметили, что вот если при Иване III, который тоже был грозный, было довольно жестко, но все было по-простому. А вот при Василии III стало совершенно по-другому. Иными словами, Василий III вкусил принципиально другую форму организации отношений с боярством. У него появилась опора на дворян. И ушла орда. Но первые 30 лет 16 века ситуация не была напряженной, потому что первые 30-летия 16 века было с экономической точки зрения просто с фантастическим. Таких вообще 30-летий было всего 4 в русской истории. То есть очень успешно, да? В каком смысле успешном? Не было голода, не было мора. Экономический рост шел по восходящей. Таких 30-летий было вообще 4. Следующее было в конце 17 века перед Петровскими реформами, затем 30-летие правления Николая I и Хрущевско-Брежневский период. Потому что вот это были периоды, когда накапливался социальный жирок, а потом его выпускали. Всего-навсего, так. Однако в 40-е годы земельный фонд закончился. И начались, и стали обостряться отношения абсолютно все. Первое, обострение отношений внутри боярской верхушки, между кланами. То есть земли розданы? А люди еще есть, которые тоже что-то хотят. Но дело в том, что и после смерти Василия III, Василий III умер, когда Ивану было всего 3 года, началась борьба между боярскими кланами. Это одна напряженность. Вторая напряженность между боярами и детьми боярскими. И третья напряженность между господствующим слоем в целом и населением. И острота этих противоречий потребовала централизации. Кстати, показательно, что первый, по сути, земский собор в России состоялся в 1549 году. И назвали его собором примирения. А что они все хотели? Что за конфронтез? Жили все, вы же говорите, хорошее, все, значит, нету никаких там раздраев. Это закончилось к 1530 году. А потом совершенно наступило другое время. Кроме того, мы должны еще помнить одну вещь. Дело в том, что Россия находится в евразийском неудобье. У нас создается, по сравнению с Востоком и Западом, очень невысокий, небольшой по объему совокупный общественный продукт. То есть мало вещественной субстанции. У нас урожайность не такая, как даже в Норвегии или в Англии. То есть у нас есть очень четкий материальный ограничитель возможности социальных отношений. Поэтому, скажем, любая избыточная западнизация России, когда высшее сословие начинает жить не по потребностям своей системы, а по потребностям Запада, она приводит к тому, что, выражаясь марксистским языком, у населения начинают отбирать не только прибавочный продукт, но и значительную часть необходимого. Иными словами, к середине 16-го века... Подождите, вы сейчас сказали, что Россия бедная страна, так так как нас всю жизнь пытаются убедить в том, что у нас богатство. Нет, а что значит богатство? А что значит богатство? Богатство – это руды, минералы. А сельское хозяйство российское. Славянское, да? Мы живем в зоне рискованного сельского хозяйства. У нас урожайность сам-3, сам-4. То есть что значит сам-3, сам-4? Я бросил одно семечко в землю и получил 3-4. В Норвегии, в Англии, например, сам-6, сам-7. Ух ты! Гольфстрим. 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 И как только урожайность доходит до сам-5, сам-6, начинает высвободаться население из сельского хозяйства. В этом отношении в России земледелие обеспечивало только вот, так сказать, такой... Ой, не зеньки, не зеньки. Поэтому у нас люди занимались бортничеством, охотой, а кто-то вообще с кистенем выходил. То есть земледелие у нас было прожить можно, но не сытно. Но вы сейчас абсолютно объяснили, мне кажется, вот этот вот какой-то слегка бандитский нрав русского народа. Нет, бандитского нрава русского народа нет. Он значительно менее бандитский, чем у англичан и немцев. Так вот, после собора примирения начались реформы, направленные на централизацию. Эти реформы проводил орган, который сбежавший в 64-м году в Литву Андрей Корпский назвал избранной радой. Так эти люди сами себя не называли. Просто Андрею Корпскому нужно было литовцам объяснить, что это такое было Рада Совет. Ну и во-вторых, ему нужно было показать, что он очень важный человек. Проблема заключалась в том, что реформы избранной рады не только решали проблемы, но и порождали новые проблемы. И они не решали главную проблему, проблему централизации. Нужно сказать, что на тот момент на Руси за централизацию были все. Советские историки своими писали, что бояре противостояли Ивану Грозному, потому что он хотел централизации, а они хотели сепаратизма. Это ошибочная точка зрения. Здесь советские историки подверстывали схему под классическую схему феодализма. Почему русские бояре не были сторонниками сепаратизма? Все очень просто. На Руси никогда не было правила примагенитуры. Примагенитуры – это вот штука, что было в Евру. Да, старший сын получает все, а остальные сыновья, один идет в аббаты, а другой, Квентин Дорвард, шотландец, едет служить во Францию. То есть земельные владения концентрирулись в одних руках. А вот на Руси было по-другому – все получали понемножечку земли. Получали, и это означало парадоксальную ситуацию. Чем старше тот или иной боярский род, тем получается меньше земли у него в конкретных руках. В конкретных руках, да. То есть он более разрозненный получается в то же самое время. Например, 16 век – род Аболенских. Примерно жило одновременно 100 представителей князей Аболенских. Их владения были 30 тысяч гектаров. Значит, на каждого приходилось нарыло 300 гектар. Это, с одной стороны, много, но по-княжески не поживешь с гектар. Значит, эти люди были заинтересованы не только в отчинах, но и в поместье. А поместье раздавала централизованная власть. Поэтому бояре были кровно заинтересованы в централизации. Вопрос только в том, какая централизация. Централизация могла быть олигархическая, княжебоярская, как вот был княжебоярский комбайн. Или единодержавная, или самодержавная, где один человек. И ясно совершенно, что верхушка господствующего класса была за олигархическую, вариант. А всё, что книзу и плюс население, люди, ну, они не столько понимали, сколько чувствовали, что при незначительном по объёму совокупном общественном продукте олигархическая система сожрёт всё. Нужно, чтобы наверху был кто-то, кто ограничивал бы аппетиты верхушки. Поэтому нижняя часть господствующего класса на Руси и население всегда поддерживала царя против бояр. Не потому, что они царя любили, а это был элементарный расчёт. Боярская олигархическая система означает разграбление страны. И мы это видели при олигархической системе конца 19-го, начала 20-го века, которая закончилась революцией. Мы это видели в 90-е годы при Ельцинщине, когда олигархизация власти и экономики привела к разрушению экономики и к высокой смертности и так далее, и так далее. Иными словами, реформы избранной Рады не могли решить той проблемы, которую они должны были решить. И в это же время начинают обостряться отношения Ивана Грозного с его ближайшим окружением. Ближние к нему люди были, боярин Адашев, из-за которого Россия проиграла Ливонскую войну. Потому что Адашев не был сторонником войны на Западе, ему симпатичны были западные порядки. Поэтому в 1558-1559 годах, когда можно Ливонию было добить, он каждый раз прекращал войну, говоря о том, что нужно воевать с крынцами. Затем в начале 60-х годов умирает любимая жена Ивана IV Анастасия. Он посчитал, что в этом виноват Адашев, который торопил его приезд в Москву. И он больной Анастасию Иван повёз в Москву. И к середине 60-х годов сложилась вот какая ситуация. С одной стороны Иван IV, а с другой стороны примерно представители 300 княжеских фамилий Всерюрикович. Это суздальские, ярославские князья, у которых такие же шансы, как у него вообще-то, в принципе, сидеть на троне. И централизация дальнейшая, единодержавная, могла идти по двум вариантам. Либо нужно было опереться на дворянство и дать ему те права. Потом так поступил Екатеринов во второй половине XVIII века. И тем ослабил хватку гвардии у себя на горле. Но это уже самодержавие стояло на ногах в конце XVIII века. У Грозного ничего этого не было. Второй вариант. Нужно было создать какой-то орган и поставить его над существующей системой. Орган внеинституциональный. Потому что все институты на Руси на тот момент, включая церковь, защищали княжебоярский комбайн. И они стояли, они охраняли княжебоярский комбайн, потому что они формировались уже 200 лет. Нужно было эти институты либо сломать, либо поставить над ними нечто совершенно необычное. И нужно сказать, что Иван IV оказался гениальным социальным инженером. Он придумал опричнену. А церкви-то какое дело? Вы знаете, лучший период в истории церкви русской был Ордынский период. Такой вольности, которую имела русская церковь в условиях Ордынской системы, она уже никогда не имела. И как только Русь выскочила из-под Орды, вот только-только она стала выскочивать, первое, что сделал Иван III Грозный, он начал церкви указывать ее место. Активно очень. Это разделение опять государства и церкви стало происходить наконец-то? Нет. Не просто церковь, церковь должна знать свое место. Василий III, который от своей матери хорошо уяснил, что такое византийская система и место православной церкви в византийской системе. То есть, по сути дела, церковь стояла на стороне вот этой княжево-боярской комбарии. Да, это я понял. Андрей Ильич, мне страшно, я прям местами боюсь вас перебивать, потому что я понимаю, что тема огромная, и хочется успеть как можно больше. Но вот прямо сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости, и после этого вернемся в студию. Календарь Стаховского В гостях у меня сегодня Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук Австрии. Говорим об опричнине. Андрей Ильич, в первой части программы, когда мы немножко поговорили о предпосылках, да, и именно о государственных, политических предпосылках появления опричнины, у меня сложилось впечатление, что она была выгодна всем. Что, во-первых, Иван Грозный, по сути, заложил российское самодержавие, да, и стал первым единовластным правителем на Руси. А, во-вторых, у меня сложилось впечатление, что, ну, всех устраивало, людей устраивало. Я имею в виду простой лют, ну, есть царь, слава богу, где царь, там и бог. Церковь, ну, вот церковь, наверное, то разве что не очень устраивало. Нет, это не устраивало примерно три сотни кланов Рюриковичей, которые хотели олигархического самодержавия. Вот их это не устраивало. Но, опять же, Рюриковичи – такое объемное понятие, я не знаю, вы согласны с этой точки зрения или не согласны. О том, что Рюриковичем-то, собственно, Грозный стал первым человеком, который назвал себя Рюриковичем. Это не важно. Важно, что были суздальские, ярославские, стародубские князья, которые реально противостояли Ивану IV. Есть, можно даже назвать точную цифру, 256 фамилий. 256. 256 фамилий – это были те люди, которые реально противостояли Грозному. И, главное, институты все были на их стороне, они их защищали. А что значит, противостояли? То есть они хотели, например, его сместить и посадить своего человека? Они не хотели его сместить, хотя был кризис династический 1553 года, когда они отказались присягать его сыну, Грозный тяжело заболел. Они отказались присягать его сыну, потому что регентами стали бы Захарин и Юрьевы, будущие Романовы, а они были невысокородными боярами. Они хотели олигархического самодержавия. Им очень нравились польско-литовские порядки. Но дело в том, что Польша и Литва – страна небольшая, у нас польско-литовские порядки вылились просто в развал страны. Польши разваливаться некуда. И в результате у Ивана Грозного не оставалось никакого другого варианта, кроме как введения... По сути дела, это была революция сверху, создание опричной. Что такое была опричная? Да, давайте вот уже к сути... Значит, опричная стояла из трёх элементов. Страна первая выделялась некая зона, которая называлась опричной. Вообще у слова опричная четыре значения, и они все работают. Обычно говорят об одном. Оприч, то есть кроме. На Руси их называли кромешниками. Но у опричной есть ещё три значения. Значит, одно значение опричной называлось вдовье доля. Ну, например, боярина убивают, у него не осталось детей, и тогда... Но есть вдова. Вдова. Ну, три пятых тогда забирает себе государь, а две пятых остаётся жене и, так сказать, детям... Кроме того, что мы забрали, получается. Да, опричнина. Значит, дальше. Опричная называлась самое вкусное блюдо, которое хозяин оставлял, когда основная масса гостей уходила, и оставались только лучшие люди. И, наконец, последнее, очень важное. Опричнины назывались крестьяне одной социальной категории, записавшиеся вместе монастырь. И вот это очень важно. Дело в том, что... Так, вот это опричная, да. Опричнина по своей организации моделировала монастырь. Как бы здесь Иван Грозный отнимал у церкви некую форму. Опричнина выступала как монастырская организация, как братья. Царь выступал как игумен, Афаназий Вяземский был келорем, а Малюта Скуратов был панамарь. И это был как бы вот такой квази-орден. Вообще, орденская традиция не характерна для Руси, и из этого у нас не получаются орденские структуры на Руси. Но вот Иван Грозный пытался из опричной сделать некий орден. Значит, первое – это выделение опричной зоны. Когда-то Ключевский сказал, что опричная – это паранойя царя. Мне удивительно, как такой тонкий историк, как Ключевский, мог сказать, в общем-то, такую глупость. Потому что достаточно посмотреть на географию опричины, чтобы понять, что это был очень тонкий расчет. В опричнину отошли земли, которые граничили на Западе с Речью Посполитой и Ливонским орденом. То есть, это геополитический вопрос. То есть, современной Польши и Литвой и так далее. Да. Значит, дальше. Туда отошли очень-очень важные места. В Поволжье опричнина расстегла Волгу на две части. А центральное Поволжье ушло в опричнину. То есть, это означает, мы контролируем товары в Поволжье. В опричнину отошли очень важные вещи, где добывали соль, где была вкусная селедочка. Это все ушло туда. Север ушел. И Москва была разделена, кстати, на опричину. Значит, если посмотреть от Кремля, то Никитская улица была границей земщины и опричины. Вот где Московский университет Журфак – это опричина. А где институт страны Азиафрики – это земщина. Значит, то есть, страна разделилась как бы на две части – опричнина и земщина. В земщине остались Боярская дума, там все осталось, но земщина должна была содержать. А в опричину они должны были в год выделять 100 тысяч рублей. Много это или мало, сейчас скажу. Боярский оклад самый большой в год – это 400 рублей. То есть, это огромная сумма. Это сумасшедшие деньги, получается. 100 тысяч рублей. Земщина должна была содержать. У них была Боярская дума, царь как бы отделялся, но в двух отношениях царь оставался царем для обеих тех зон. Это суд и международные отношения. Для иностранцев никакой… Иностранцам объясняли так. Царь рассердился на некоторых бояр, и вот, так сказать, вот отсюда все вещи. То есть, три элемента. Мы два назвали – опричная земщина и опричный корпус. Опричный корпус – это примерно от одной до пяти тысяч человек. То есть, это войско непосредственно? Да, это военный корпус. Представители всех слоев знати были от верхушки до низа. Царь туда отбирал сам людей. Люди, которые вступали в опричный орден, они должны были отказаться от своих родных, ни есть, ни пить с ними за одним столом. Они теперь становились братьей. Это самый настоящий орден? Да, конечно. Значит, одежда у них была такая, грубая одежда, но она была подбита очень дорогим сукном, собольем мехом. То есть, как бы вот внешне – это мы орден, мы беднота. А на самом-то деле мы совсем-совсем другие люди. Была общая трапеза, но не аскетическая монастырская, а наоборот антиаскетическая. Значит, у них, кроме того, были посохи с таким очень острым навершием, которым можно было просто убить на раз, два, три. И носили они еще длинные, почти 40-сантиметровые ножи. Ну, и символ опричнены был – это собачья голова, кусать, как собака, и выметать из России нечисть. Всякую нечисть, да, все, что нам не надо. Ну, основные события опричнены – это дело Владимира Старецкого, двоюродный братца царя, 67-70-й год, 16-го века. Ну, его принудили отравиться, и тем самым был ликвидирован последний удел. Ну, что он сделал такое? Что? Значит, дело… А, ликвидация последнего удела. Ликвидация последнего удела. Но этому предшествовало вот что. Владимиру Старецкому обратилась часть Суздальских княжат. Княжатами называли тех князей, которые пошли на службу. Они к нему обратились с тем, чтобы, так сказать, как он смотрит на то, чтобы занять трон. Владимир Старецкий решил, что это провокация, испугался и обратился к Ивану IV. Пришел и рассказал ему об этом. Иван IV сказал, да, ты молодец, хорошо, но списочек составь небольшой, кто там был. И Владимир Старецкий составил этот список. И началось дело Владимира Старецкого. Он себе подписал приговор тем самым, потому что Иван IV решил подстраховаться. Он убирал соперника. И второе, он убирал последний удел. Дальше было новгородское дело. Последний удел? Я правильно понимаю, что это такая последняя, вот та самая олигархическая единица? Нет, 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 нет. Это не олигархическое удело. И удело это разные вещи. Сказать, был удельный период. Уделов становилось все меньше и меньше. И к середине XVI века оставалось только один удел. Воюрного брата царя. Вот он был ликвидирован. Затем было новгородское дело, московское дело. И в 1572 году впервые казнили 15 опричников. Подождите, дойдем до 15. Вот это вот как раз казни, и московские в первую очередь, наверное, казни, как самые известные, да, 70-го, 70-го. Да, на поганые лужи. Знаете, да, где поганые лужи находятся? Боюсь себе даже представить. Это улица Серафимовича, дом на набережной. Какая прелесть. Когда я студентов спрашиваю, как вы думаете, где находится поганые лужи, они почему-то говорят, что им чистые пруды. То есть не чистые пруды, а сырные. Нет, поганые лужи были рядом... Потому что они же раньше назывались грязными. Ну да, да. Она была рядом с домом на набережной. Там 300 человек должны были казнить, но 180 отдали на поруки, а вот остальных действительно казнили. Зачем? Что это за казни? Для чего это было? Дело в том, что вообще, если посмотреть на то, какие социальные группы получали удары, удары получали все социальные группы. Абсолютно. То есть шла нивелировка населения по отношению к власти. Московские казни, это был удар по старомосковскому боярству. Не добить тех, кого не добили? Старомосковское, это не высокородное, это не князья, это не княжеская часть боярства, это не очень высокородное, это служилое боярство. А с Новгородом очень интересная вещь. Москва постоянно пыталась Новгород проглотить, и ничего из этого не получалось. Новгород, то есть она его проглотила, но переварить никак не могла. И в этом отношении Иван IV доделал то, что не смог доделать Иван III. Мы не можем проглотить Новгород, но тогда мы его просто разрушим. Ну а затем, собственно, это уже, так сказать, последние акции. Затем была знаменитая битва на Молодях с крымцами. И вот здесь возникает вопрос. В 1972 году официальная версия опричнина была отменена. Сейчас мы поговорим об отмене. Я просто хочу еще немножко поговорить о уходе, потому что это очень интересный момент, и люди мне не простят, если мы хоть немножко в это не углубимся. Но понятно, хорошо, казни, значит, боярство, но ведь у каждого человека, который слышал об опричнине перед глазами, что в первую очередь? Значит, какие-то люди на лошадях, в сумасшедшей какой-то одежде, с псовыми этими головами и сметлами несутся и мочат народ почем зря. Причем, ладно бы просто мочили с какими-то изощренными казнями, которые были придуманы. То есть царь именно в этот момент выступает, как тиран, деспот и просто садист самый настоящий. Вообще, все, что мы знаем насчет царя-садиста, это мы знаем из очень ограниченного количества источников. Ну, например, история о том, что царь убил своего сына, мы знаем только из одного источника, англичанин Гарсей, что царь ударил сына по голове. Но самое интересное, когда была вскрыта могила Ивана, сына, никаких повреждений на голове у него не обнаружено. Зато обнаружено в 20 тысяч раз превышение мышьяка. Отравили человека. Отравление. Конечно, так же, как и Ивана IV. То есть это ложь, не убивал Иван IV своего сына. Это сознательная совершенно ложь, которая распространялась противниками царя, а у него их было очень и очень много. Ну, кроме того... Ассадизм вот этот, казни человеческие. Вы знаете, какая вещь? Раскаленные печи. 16 век. Это было такое время. Чем занимались испанцы в Нидерландах? Что происходило в Англии в это время? Нельзя мерить 16 век нашими мерками. Давайте вспомним, что происходило в 16 веке. Вот очень интересная вещь. Вообще, нужно сказать, что и Опричнина, и Иван Грозный, это два абсолютно оболганных явления нашей истории. Историки считают, что примерно 10-12 тысяч человек погибло во время Опричнины. Давайте посмотрим, что в это время происходило в Европе. 10-12 тысяч. 10-12 тысяч человек. Привязательная цифра общего населения. Вот с этим очень плохо. Думаю, что не больше 300 тысяч. Значит, смотрите. То есть, 3% где-то приблизительно. По России вообще со статистикой плохо. В Европе лучше со статистикой. Например, при Генрихе VIII в Англии жило 700 тысяч человек. 70 тысяч человек было казнено за его правление. 10%. 10%. Кого казнили? Как вы знаете, во времена Генриха VIII шел процесс огораживания. То есть, богатые люди сгоняли крестьян, сгоняли земли. И люди становились бродягами. А что делать с бродягами? Ты бродяга? Значит, на виселицу. Вообще, нужно сказать, что европейская история исключительно жестока. Я каждый раз вспоминаю о том, что когда человек въезжал в средневековый европейский город, первое, что он ныдил, это виселицу. Это то, чего не было в русских городах. Не отставала от Генриха VIII его дочь Елизавета I. В чем там целенаправленно истреблялись бедняки. То есть, это был сознательный такой курс. Бедный, значит, тебя нужно повесить. Потому что ты не нужен просто. Германия. Крестьянская война 1525 года. Сначала крестьяне изничтожали горожан, богатых горожан и феодалов. А потом феодалы ответили такой резнью, что мало никому не показалось. Что творили испанцы в Нидерландах? Что происходило в Италии в это время? Ну, достаточно вспомнить Англию. Но почему-то никто не говорит. Кровавый, ужасный царь, король Генрих VIII. Генрих VIII – великий король. И Елизавета I – великая королева. В этом отношении европейцы выработали очень интересную формулу социокультурную. Самооправдание и табуизация всего неприятного. Ну, а у нас разве нет такой табуизации? Мы же не рассказываем, например, о том, что творили русские солдаты, господи, во время Второй мировой войны. Мы практически замалчиваем события Первой мировой войны, не вспоминаем русско-японскую войну, которая будет одна из следующих программ. А что творили русские солдаты в Германии? Они творили что-то худшее, чем немцы творили в России? Нет, конечно. Я понимаю, что это очень спорные темы. Но я в том смысле, что это не оправдывает, что 10-12 тысяч, мне кажется, это все равно какая-то колоссальная цифра. Вы знаете, какая штука? Вообще, когда запускается, здесь нужно понимать такую вещь, запускается массовый процесс. Массовые процессы развиваются по своей... Вот я вам приведу совершенно... Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрите, вернемся в студию. Календарь Стаховского. Андрей Ильич Фурсов сегодня у меня в гостях. Говорим об опричнении, когда мы говорили о массовом процессе, буквально минут назад. Массовый процесс. Я вам приведу совершенно другой выбор. Представьте, в наши дни, научно-исследовательский институт, и объявляется в нем сокращение. Сокращаться надо. И вот директор объявляет сокращение. А сокращение происходит на уровне отделов, секторов. И здесь срабатывают уже личные отношения и многое другое. Массовый процесс всегда идет не так, как он задумывался. Это естественная вещь в истории. Ну и еще одну вещь нужно вспомнить. При Петре Первом убыль населения в России составила 20-25%. Не знаю, что всех поубивали. Разбежалась масса населения. Но почему-то Петра Первого никто не клянет так, как Ивана Грозного. Ивана Грозного не поместили на памятник тысячелетия России. А Петр Первый стоит первым. Да, конечно, в самом центре. И неприязнь либеральной историографии и дореволюционной, и советской к Сталину и к Ивану Грозному обусловлена очень простой вещью. Это отношение обоих царей к верхушке русского общества. То есть к самому верху. Петр Первый элементарно давал воровать птенцам гнезда Петрова. И при том, что он поколачивал, мог поколачивать их палкой, но доставалось в основном низам. Поэтому Петр Первый хороший. А вот у Ивана Грозного была другая ситуация. Там в основном доставалось верхам. Естественно, массовый процесс захватывает и низы тоже. И население разбегается. И мы, кроме того, знаем из одного из великолепных романов, но очень тенденциозных. Князь Серебряный Алексей Константинович Толстой. Начинается, князь Серебряный возвращается с войны. И там какие-то негодяи грабят крестьян. Но понятно, что либерал Алексей Константинович Толстой должен был не любить Ивана Грозного. Но вот что интересно. В памяти русских крестьян 17 века Иван Грозный остался фигурой со знаком плюс, а не со знаком минус. Вот мы говорили о том, когда вы сказали, что на самом-то деле Грозным был Иван. Я помню, что как раз в этом-то и была суть. Что как раз сам народ называл Грозным Ивана Третьего. То есть деда Ивана Четвертого. А Ивана Четвертого Грозным назвали уже позже историки. Совершенно верно. То есть вообще оценка тех или иных исторических деятелей должна даваться с учетом того времени, в котором им пришлось работать. И в этом отношении Иван Грозный по сравнению со своими современниками, королями Испании, Франции, Англии, выглядит по мальчикам. Вполне приличное. Хорошо. Да, Андрей Ильич, у нас буквально пять минут для того, чтобы понять, что произошло с отличной в конце концов. Потому что у него есть начало и у него есть конец, по крайней мере согласно официальным источникам. В 1565-м началась, в 1572-м вроде как закончилась. Я не очень понимаю, как это могло закончиться вдруг. Смотрите, впервые мысль о том, что опричная была отменена в 1572-м году, высказал как гипотезу Крамзин в 1825-м году. Ровно через сто лет, уже в советское время, были опубликованы мемуары некоего Штадена, который представил себя опричником и рассказал, что в 1572-м году опричная была отменена. Но я согласен с замечательным историком Альшицем и еще нескольким историком, которые поставили под сомнение мемуары Штадена и показали, что Штаден не был опричником. Он жил в земщине, и опричники ему привозили награбленные, и он это сбывал. Значит, чем аргументируется отмена опричной? Первое, царь обезглавил верхушку опрични. Дело в том, что те 15... Во все казни, да? Да, те 15 опричников, дело в том, что казнили-то их другие сами же опричники. И по поводу каждого конкретного опричника была конкретная вина. Дальше. Говорят о том, что была битва на Молоде в 1572-й год, где опричное земское войско разбило крымцев, и якобы эта битва показала слабость опричников, и поэтому понадобились земские войска. Это неверно. Дело в том, что земское опричное войско было создано вот почему. В конце 60-х годов возник заговор в земском войске против Ивана IV, и опричников добавили, чтобы разбавить это земское войско. И оба лидера, воротынские земщины и хаворостинин, опричники, бились очень хорошо. То есть это не срабатывает. И, наконец, третий аргумент. Опричная себя исчерпала. Вот здесь можно подробнее рассмотреться. Что значит исчерпала себя? Исчерпала и превратилась во что-то другое? Так оно и вышло. Все опричники вошли в государя в двор. То есть, смотрите, 1922 год. ЧК переименовывают в ГПУ. Значит ли это, что ЧК отменили? Ее отменили как чрезвычайную комиссию. Она выполнила свою роль как чрезвычайка, и она стала государственным политическим управлением. То есть институциализировала. В 1972 году произошла институциализация опричнины, потому что она добилась своих главных целей. Мы не сказали только об одном. Об опричнине говорят о терроре. Но главным-то был так называемый земельный террор. Что делалось? Например, снимают боярина где-нибудь в Суздале. И говорят, у тебя теперь земля будет, ну, условно, под Курском. Земля такая же по площади. Но зато там не будет твоих детей боярских, которые с тобой связаны. Мы разрываем твою связь с дворянами, и ты будешь в другом месте, где у тебя уже нет связи. Вот этот земельный террор, это был главный террор опричнины. Не физический террор был главным, а земельный. Опричнина закончилась. Что ушло? Церковь оказалась под контролем государства. Уделы были ликвидированы, и, наконец, была решена проблема Новгорода. То есть Иван IV решал те проблемы, которые остались от киевской эпохи, Новгород, и от ордынско-удельной. Это церковь, которая не под контролем государству, и которая была поставлена под контроль. И возник совершенно особый строй самодержавие. С другой стороны, он возник не сразу. Была смута, был контрудар боярства, был боярский царь Шуйский. Но к 1649 году, к соборному уложению, грозненское самодержавие было восстановлено полностью. И вот этот период с опрични, 1565 год по 1649 год, это и была борьба России, Московской Руси за самодержавие, которая окончилась победой самодержавия. И продолжалась до... да, в общем, местами и до наших дней, наверное, да? Ну, она продолжалась формально до 1917 года, но дело в том, что опричный принцип был заложен в русскую историю. Русская история, история русской власти, это три принципа. Олигархический, опричный, который его подавляет, и результат этого подавления, то есть синтез, это самодержавный принцип. Но при ключевых опричных вы сказали, да, Иван Грозный первый, при Петре была вторая история, гвардия, значит, Ленин революция третья. Нет, 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 нет. Это... вот Ленин не помещается в опричную логику, это более сложная вещь, потому что там была, так сказать, партия большевиков и необольшевиков. Это более сложный случай. Другое дело... вот у Сталина опричнина не было, но он активно использовал опричный принцип. Он заставлял на опричный лад, на чрезвычайный лад, работать институты. Но это уже более, так сказать, сложная вещь, потому что в сталинское время более сложная, разумеется, чем 16 век, и здесь было очень много превходящих моментов, связанных и с внешней ситуацией, и с тем, что Россия стала сложнее. Ну, то есть главный вывод, который я, по крайней мере, сегодня для себя сделал, что нам не лишнее углубиться в какие-то исторические дебри и, может быть, местами пересмотреть наш устоявшийся взгляд на самого Ивана Грозного как личность и на время, в которое ему пришла жизнь работать, да, и на те успехи, которые... На Ивана Грозного не надо смотреть либерально-интеллигентским взглядом. Не надо смотреть как на нормального жестокого царя, нормального царя для 16 века. Для 16 века, причем не самого жестокого. Кроме того, каждое время нужно судить по его собственным законам, то есть соблюдать принципы историзма и системности. Спасибо большое. Андрей Ильич Фурцев был сегодня у меня в гостях. Говорили об опричине, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук, Кавстрия. Спасибо. Спасибо. Послесловие. Коротко говоря, опричнена система особого управления в российском государстве. Дата 1565-1572 год. Место действия – Россия, Москва, Александровская слобода. Основные имена – Иван IV Грозный и Малюта Скуратов. Цели – необходимость искоренения сложившегося олигархического строя, получение неограниченной власти. Итоги. Возникновение самодержавия, решение проблемы Новгорода, церковь попадает под контроль государства. Последствия опричнена, по сути, так и не закончилась, превратившись в государя в двор, просуществовавший до следующей смены исторических эпох. Календарь Стаховского.